Нехарактерные болезненные трещины на пятке у пациента в возрасте 23 лет при астеническом типе телосложения и наличие идентичных образований на других участках тела может служить вестниками кожного заболевания, которое требует незамедлительного обращения к врачу-дерматологу для постановки точного диагноза и назначения адекватного лечения. Меня зовут Татьяна Пак, я владею частной патологической практикой в городе Красногорск, Московская область. И здесь, на своем подоканале, я демонстрирую реальные случаи своей практики, как я могу решить вашу проблему быстро и не больно. В данном случае помочь такому пациенту можно в виде зачистки кожного отделяемого с раскрытием болезненных трещин. Это поможет лучше проникнуть локально нанесенному препарату для быстрого заживления и избавить пациента от болезненных ощущений. Акцентирую ваше внимание, что это всего лишь мера для быстрого снятия болезненности. Если это все-таки связано с каким-либо кожным заболеванием, после оказания первой помощи нужно незамедлительно обратиться к врачу-дерматологу. Патология решает проблемы на уровне палеотивной помощи, где применяемые методы обработки намного корректней, в отличие от радикальных вмешательств. Либо служат хорошей подготовкой к последующему медицинскому лечению в медицинском учреждении у специалиста по данному заболеванию. Со слов пациента, такое кожное высыпание периодами появляется на теле, но в этот раз дополнительно появилось еще и на одной пятке. А так как пятка удерживает нагрузку всего веса тела, и образовавшийся дерматоз спровоцировал появлению болезненных трещин. Если бы было бы из-за обуви, у вас бы не только в этом месте, и вторая пяточка такая же была. Нет, это у вас, я же даже, я вот увидела, я почему сразу и спросила, есть ли у вас бляшки. Это вот характерность именно вот такому раздражению кожи, если есть в анамнезе, либо экзема, либо псориаз. Знаете, вот так вот кожа проявляет себя. Тем более вы говорите, что это у вас периодически появляется. На пятках впервые, да, на пятке появилась? Да, да. Ну вот. Она может обсыпать в любом месте, как только вы подвергнетесь какому-то стрессовому состоянию. Да. Почему говорят, что аутоиммунные заболевания. Организм вот так вот реагирует. Воспринимает себя как врага. Это как он воспринимает себя как врага. Он сам с собой начинает бороться. Вот есть, например, у нас иммунитет, да, если какой-то... Ну, нехороший агент попадает, да, вирусы, бактерии. Если хороший иммунитет, начинает он с ним бороться, да, через какое-то время. Все приходит в норму. А есть такие заболевания аутоиммунные, где организм сам на себя, ну, воспринимает как враг. И начинает сам с собой бороться. И вот эти вот заболевания, если точно вам поставить диагноз, то они не лечатся. Их можно увести в стадию ремиссии. Но через какое-то время опять это все возвращается. И вот это все. Нормально все? Да Отлично Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!